Размышления о бессмертной душе. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Первых людей Бог создал непосредственно, а всех потомковых творит посредственно, силою своего благословения, всегда действительного. О происхождении душ человеческих от Бога говорят, «Экклезиаст, и возвратится персть в землю, якожебе, и дух возвратится к Богу, и же даде его». Пророк Иисая, «Тако глаголит Господь Бог, сотворивый небо, и водрузивый е утверждей землю, и я же на ней, и даяй дыхание людям, и же на ней, и дух ходящим на ней». Пророк Захария глаголит Господь «прострый небо, и основая землю, и созидая дух человека в нем». На основании этого соображения и мест Священного Писания, Святая Церковь признает ту мысль, что души человеческие, как и сами люди, творятся Богом через посредство родителей, совершенно для нас неизъяснимо. Церковь, последуя божественным словам, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после. Несмотря на это, касательно происхождения души, в каждом человеке существовало три мнения. Одни – Платон, Ориген, Синезий и немногие другие – допускали предсуществование душ, то есть говорили, что души человеческие, все существовали еще прежде всего мира, и уже готовые посылаются в тела для покаяния в грехах своих. Другие – Аристотель, Илари, Феодорит, Святой Кирилл Александрийский, Святой Иероним – думали, что души вновь творятся Богом по мере появления на свет людей. Третьи – Тертулиан, Святой Григорий Низский, Святой Макарий Великий и другие – утверждали, что обе субстанции – и душа, и тело – вместе и зачинаются, и совершенствуются. Первого мнения о предсуществовании душ нельзя принять даже за вероятное, потому что душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а, следовательно, не может и раскаиваться в тех грехах, которых не знает. Священное Писание ясно говорит, что грех вошел в мир человеческий вместе с преступлением Адамовым. Если же невинные души посылаются в тела, то как же они делаются виновными и за что страдают в испорченном теле? Поэтому мнение это, как неоснованное на Священном Писании и несообразное со здравым смыслом, было названо нелепым и нецерковным. Святитель Григорий Богослов. Баснословным. Святитель Григорий Низский. Феодорит. Геретическим. Святитель Августин. Торжественно осуждено на Константинопольском соборе в 541 году. Второе мнение. Мнение о новом творении душ также нельзя принять, потому что им не объясняется переход наследственной порчи от Адама на его потомков, и при нем вся вина наследственного бедствия людей, значит, возлагается на Творца. Это мнение не может быть примирено к спокоям Творца, закончившим всякое новое создание, и при нем непонятно будет, как в очеловечивании Сына Божия не было принятием одного только тела. Третьим мнением, мнением о рождении души вместе с образованием телесного организма, самым лучшим образом объясняются переход порчи Адамовой к потомкам, сходство детей с родителями даже по душевным качествам. Им подкрепляется мысль об общем начале людей. При этом мнение Бог все-таки остается виновником нашей души по первоначальному благословению на чадо рождения. Итак, в силу творческого благословения человек происходит от разума, от человека, не только как живой от живого, но и как и разумный от разумного, духовно-телесный от духовно-телесного. То есть каждый человек по душе и по телу происходит от своих родителей. Это мнение принято православной церковью. Что же касается указанных других мнений, которых держались некоторые отцы и учителя церкви, то они мнения частные. И ни сами виновники их, ни другие никогда не придавали им значения догмата или положения церковного. Дух – высшая часть человеческой души. В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство божества. Совесть и ничем не удовлетворимость. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении. Душа – низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. От такого чина, как и душа животных, но возвышена ради сочетания с нею духа. Все действия, или вернее движения души, столь многообразны и сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства развлечения принято разделять на три вида, три разряда – мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предметом изучения науки, называемой психологией. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу, является мозг. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилом того, что нам приятно или неприятно. Сердце, естественно, рассматривать как некий центр в жизни человека. Центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из которого исходит все, что обнаруживается душою вовне. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее предначертаний – это наши члены, приводимые в движение при помощи мускулов и нервов. Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей ума, чувства и воли. Душа хочет приобрести знания и испытывать те или иные чувства. Дух из Бога, сочетавшись с душой у животного, возвел ее на степень души человеческой и стал человек двояк. Одно тянет его к небу, другое к земле. Когда человек в своем чине держится, то он живет духом, то есть страхом Божиим водится, и совести слушается, и горнего ищет. А когда он поддается влечению души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удается, и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится в услужении у варваров, страстей похотных. Сам он не удовлетворяется, и страсти делает неудовлетворяемыми, сообщая им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он придается чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют. Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к ним. И дух этой безмерностью желает затушить свою жажду бесконечного, по образу коего создан и в коем едином благо его. Так вот, видите, что и животные у нас, отправление есть. И в самом их движении проявляется нечто совсем животным несвойственное. О чем не стать рассуждать, всегда придешь к тому заключению, что человек обладает духом, которого истинная жизнь есть жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай и обетованная земля. Дух, говорит святитель Феофан, как сила, от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в нем одном находит покой. Неким духовным сокровенным чутьем, удостоверяясь в своем происхождении от Бога, он чувствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и им. Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин. Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце пока не успокоится в Тебе. Дух в человеке проявляется в трех видах. Страх Божий, совесть, жажда Бога. Страх Божий – это, конечно, не страх в нашем обычном человеческом понимании этого слова. Это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с неизменную верою в истину бытия Божия, в действительность существования Бога как нашего Творца, промыслителя, спасителя и мздо-воздаятеля. Второе, чем проявляет себя Дух в человеке – это совесть. Совесть указывает человеку, что право, что неправо, что угодно Богу и что не угодно, что должно и чего не должно делать. Совесть есть наш внутренний судья, блеститель закона Божия. Святые отцы называют совесть голосом Божиим в душе человека. Третье проявление Духа в человеке святитель Феофан Метко назвал «жаждаю Бога». Ничем тварным и земным наш Дух удовлетвориться не может, пока не обретет покоя в Боге. К живому общению с коем Дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стремится. «Духом святым всяка душа живится» из бесед преподобного Серафима Саровского с Матавиловым о цели христианской жизни. Многие толкуют, что, когда в Библии говорится, «вдунул Бог дыхание, жизни в лице Адама первозданного и созданного им от перстя земной», что будто бы это значило, что в Адаме до того не было души и духа человеческого, «а была, будто бы лишь плоть одна, созданная из перстя земной». Неверное это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от перстя земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает, «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть к пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И все три части нашего естества созданы были от перстя земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога, Духа Святаго, возводящего его богоподобное достоинство, то был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоти, душу и дух, принадлежащие породу его, но Духа Святаго внутри себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамова дыхания жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и «бысть Адам в душу живу», то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и Он, на веки веков бессмертную. Когда же скушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали, Адам и Ева, различия между добром и злом, и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступления заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго Духа Божия. Но мало того, Он обещал им благодать, возблагодать, И вот в день Пятидесятницы торжественно неспослал Он им Духа Святаго в дыхание бурне, в виде огненных языков, на кое-муждо из них седших и вошедших в них, и наполнивших их силою огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащей и радостностворно действующей в душах, причащающихся Ее силе и действиям. И вот эту-то самую огневдохновенную благодать Духа Святаго, когда подается она нам всем верным чадам Христовым в Таинстве Святаго Крещения, священно запечатлевают миропомазанием и главнейших указаниям Святой Церкви в местах нашей плоти, как вековечной хранительнице этой благодати. Говорится, печать дара Духа Святаго. Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки пребывали бы святыми непорочными и изъятыми от всяких скверных плоти и Духа, угодниками Божьему. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и разуме Божьем, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос. А напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божия и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но покаянием, бдением, многими слезами, творением добрых дел Христа ради, противоположных содеянным грехам, яко вторым крещением, омываемся от греховной скверны и опять являемся пред лице Божией, паче снега убеленной, Его благодатью. О благодати дара Духа Святаго Слава Господу и Его милосердию! Он так много возлюбил нас, что дал нам Духа Святаго, который учит нас всему доброму и дает силу побеждать грех. Господь по многому милосердию Своему дает нам благодать, и мы должны крепко хранить ее, чтобы не потерять. Ибо без благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатство в этом мире. Это значит, что душа Его не знает Духа Святаго, не знает, как Он сладок и потому пленяется землею. Святой Отец, живший по времени еще ближе к нам, преподобный Силан Афонский, пишет, «Для души нужен Господь и благодать Святаго Духа, без которой душа мертва. Как солнце греет и живит полевые цветы, и они влекутся к Нему, так душа, любящая Бога, влечется к Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Господь для того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с Ним в любви. Слава Господу и Его милосердию! Он так много возлюбил нас, что дал нам Духа Святаго, который учит нас всему доброму и дает силу побеждать грех. Господь по многому милосердию Своему дает нам благодать, и мы должны крепко хранить ее, чтобы не потерять, ибо без благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатство в этом мире. Это значит, что душа его не знает Духа Святаго, не знает, как он сладок и потому пленяется землею. А кто познал сладость Духа Святаго, тот знает, что она ничем не сравнима и не может уже ничем плениться на земле, но пленен только любовью Господа. И покоен он в Боге и радуется и плачет о людях, что не все познали Господа и жалеет их. Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не скучает о Небесном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо пришел Господь и вселился в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда скучает она о Небесном и слезно-слезно ищет Господа. Субтитры создавал DimaTorzok